Добрый день, коллеги! Приветствуем вас на презентации 5 и 2 в 2023 году ежеквартального отчета «Белорусский трекер перемен» совместного аналитического доклада, который готовят раз в квартал шесть экспертов. И сегодня его результаты представят Павел Слюнькин, ассоциированный аналитик Европейского совета по международным отношениям. Павел, здравствуйте! Добрый вечер! Артем Шрайбман, основатель агентства «Сенс Аналитикс». Артем, добрый вечер! Добрый-добрый! Филипп Беканов, независимый социолог. Здравствуйте, Филипп! Добрый вечер! Геннадий Коршунов, программный директор Белорусской академии, старший аналитик Центра новых идей. Геннадий, здравствуйте! Витаю, шановная спадарства! И Лев Львовский, академический директор «Берог». Здравствуйте, Лев! Витаю! Коллеги, напоминаю, что сегодня у нас есть перевод на английский язык. И если вам удобнее слушать презентацию по-английски, вы можете переключиться на него. В настройках вашего Zoom – это в нижней строке настроек. Нужно найти кнопку Interpretation и переключиться на тот язык, на котором вам удобнее нас слушать. Формат мероприятия нашего такой, что эксперты вначале кратко представят свои доклады, и после этого у нас состоится сессия вопросов и ответов. Свои вопросы вы сможете задать голосом, включив микрофон, или написать их в чат. И вначале я предоставляю слово для приестного слова Кристоферу Форсту, директору белорусской программы фонда Фридриха Эбберта. Кристофер, пожалуйста. Большое спасибо. Всем добро пожаловать на сегодняшнюю встречу. Простите, если вы услышите музыку на фоне, у меня за окном сегодня концерт. Итак, я хочу вас сегодня представлять. Вас приветствую здесь от фонда Фридриха Эберта. Мы, соответственно, работаем с трекером перемен. В нашей библиотеке вы сможете найти наши публикации. Также они будут доступны на нашем сайте. Уже прошел целый год с тех пор, как впервые были опубликованы выпуск трекера, элемент. И благодаря этому мы смогли отслеживать изменения в стране за это время. Это стал флагманский проект для нас. Я надеюсь, что будут выходить и дальше выпуски. Наши ресурсы, в принципе, ограничены, но мы сможем дальше работать над этими выпусками. Над выпусками трекера перемен. И, в принципе, сразу понятно, почему интересно слушать этот выпуск, потому что Беларусь сейчас переживает самый турбулентный период в своей независимой истории. В последние месяцы мы видели очень много важных, интересных событий. Например, мер потенциальной перевозки и перемещения ядерного оружия России в Беларусь. Конечно, ситуация меняется каждый день. Но нужен всегда полноценный долгосрочный анализ. Наша команда экспертов представит свой анализ того, что происходит, включая перемещение ядерного оружия и других вещей и событий. Сегодня вы услышите об этом. Я знаю, что много нас читают и слушают представители разных посольств. Мы надеемся, что этих людей будет еще больше. И я надеюсь, что в будущем слушателей будет еще больше. Спасибо всем, кто нас слушает и читает. Ну и в заключении, хотелось бы сказать, что у нас эксперты все мужчины. Обычно хоть одна женщина есть, но так сегодня сложилось. Надеюсь, в будущем ситуация изменится. Это неожиданно, и я надеюсь, что мы разбавим в будущем женщин, женщинами-экспертами нашего панеля экспертов. Спасибо большое коллегам. Спасибо пресс-клубу за помощь в организации сегодняшнего мероприятия. Спасибо и вам, Кристофер. Что ж, тогда перейдем к презентации. И раздел, посвященный внешней политике, представит Павел Слюнкин. Павел, пожалуйста, вам слово. Добрый вечер. Дякую. Дякую за то, что пришли нас послухать. Я как раз хотел бы начать с того, что... Выбачиться за то, что у нас на панели сегодня одни мужчины. Так отбылось, потому что наша близкая доследщица Катерина Бурнукова, якая зараз нами тут знаходзюца, яку я хочу так само падяковать за то, что она была увесь час с нами, презентовала частку по экономице. Вось, але нажаль, она уже будзе далей займаться іншыми справами, не будзе выходзе цю команду трекера, керами она тем не меньше. А я от себе хочу ей вельми шчера падяковать за ту нёсак, який она зарабила. Вось, ну и, мінавіта, за гэтая калічнасці сьогодні вы бачиться толькі мужчин. Таму я ще раз прошу за гэта пробачэня. Ну а зараз, переключаючись уже на тэму сьогоднішной нашей дискусії про трэнды, я паспробуувась вельми коротка за гэтый час абазначыць галовныя трэнды, який я значу в своем разделе по знішній паліцыце. І безумовна, самым галовным з'являецца тое, што ў беларусско-российскім вайсковым супрацовніцтві з'явілася ядровае вмерэння. Баки падписалі документы, які вызначыли парадак хранення, заховання нестратэгічна ядровае зброя на тэріторію Беларусі. І для Беларусі безумовна гэта будзе мець вельми негатывнае наступства ў будучым, калі гэта адбудзіцца. Зараз баки аспрэчуваюць пасутнаці публична, хто будзе мець контроль над зброю ў Беларусі, хто будзе распаражацца ў выпадку, калі трэба будзе выкрыстыць. Але з пункту гледжыня доследчыка ў трэкера мы лішим, што заява Александра Лукашэнкі яны непраудзівы, і безумовна гэта контроль ўн будзе знаходзіцца ў Маскве, што ставіць под пагрозу нашу тэріторію і робіць яз закладнікам рашэнів, які будзе прымацца не толькі нелегітымным беларускім мурадам, но і беларускі народ таксама не будзе немець дарэта ніяка дачыняня. Другі трэнд, пра які мы шма адкажам, гэта абміжавані на мяжы, і калі ранее ў ваўсіх минулых трэкерах мы зверталі увагу на тое, што пасуднасці будзецца такі жалезны занавіс новы на заходній, па заходній мяжы Беларусі, то вось ў гэтам трэкеры, ў гэтам разделі мы звернули увагу на тое, што ў першыню гэта абміжавані звернуліся, з'явіліся і на мяжы на ўсходзі з Расію. Пасля таго, як былі гэтае вылазкі групаў узброэных з тэріторію Україны на тэріторію Белагородскай області, Александр Лукашэнку ўгёў адміжавані, пагранічны адміжавані на мяжы, пагранічны контроль, і гэта пасуднасці замыкает. Кола, якой ітак будавалася вакол Беларусі, але вось раптам яно з'явілася ішчэ і на ўсходзі, хаця гэта, скажам так, буў даволі сюрпрызна, асабіста для мене. Пры гэтам Александр Лукашэнка ў працяг так сама таго трэнду, які мы адзначыли ў вінулен трэкеру, і он працягвае шукаць варіанты актывізація свае міжнароднае дзейнасці і дегратифікація замежных партнэров. Пры гэтам, больша з гэтых партнэров, яны самі, так як і Беларускі улады, яны маўць такую спрэчную міжнародну рэпутацію, знаходзіцца пад санкціями, ці в умовах ізнешній ізоляціі. Былі сустрэчы публічна ў беларускіх чыновніков за опошні три месяцы, за той перэд, які мы пакрываем, гэтым трэкеру з Иранам, Нікарагуа, Расія, Зімбабве, Пакістанам, Венгры і російськімі акупаційнамі адміністраціям. І, безумовно, найбольша такім красамовным ў гэтым шэрагу можна лічыць візіту Мінск галавы акупаційнай адміністрацій Данецкай області Дзініса Кушыліна, і тое, што яго адбылась сўстрэча з Александром Лукашэнком. Дагэту ль ён ўжо завітвуў на тэріторію Беларусі, але тады яго спрымалі на значны ніжайшым узронам. І вось гэта свэччаня таго, наколькі адбываецца эрозія беларускас сувернітета, асабліва на знешным на керунку, і тое, што адносіны Беларусі з акупаційнамі адміністраціямі тэрыторій акупаваных Расій, яны зараз становецца мала, іх вельмі складана адрозніць ад супрацовніцтва Беларусі з паўнавартаснымі дзержавам. Новым трэндам, які ма адзначыли, з'являецца тое, што міжнародна організація, шэрах міжнародна організація формалізуе, ці спрабуе формалізаваць адказныць беларускіх владаў і асабіста Александра Лукашэнка за тэ злачынства, які з'ясняюцца на тэриторію Україны. Реагуючы на унутрэнэя репрэсіі, унутрэнэя практикі рэжыма, АБСЄ ў трэчый раз запустіла ў адносінах да Беларусі московскі механізм, а ў свае справоздачыя прызнала департасыў украінскіх дзіцей ў Расіў і ў Беларусь злачынствамі супрачалавэчністю. Пасэ ў свае рэзалюцца на лэгічну тэму таксама прызвала задзэйнішыць міжнародны механізмы і мінавіта Александру Лукашэнку прывецця да адказнаці за гэтэ злачынства, які робецца па яго загадзе. Іншым трэндам, які мы адзнашылі, ёнш такі сымбалічны, это то, што ў Європейскім Саюзе павялішыўся пул краіну, які тормазяць і блокіруць прыняць цё больш жорсткіх санкціонных рэшэніў в дэшэній да Беларусі. Пры тым, што апошні пакет санкцэв, не глядзецшы на то, як дрэнна, як ў дрэнну дэнаміку мы назяраем ў Беларусі, ёе утягнутоць ў вайну, выклікі, які накидаў рэгіональны бязпекі. Апошні пакет санкцэнны Європейскім Саюзам был прыняты большам повод таму. І гэта консэнсуса нема. На адварот з'являюцца ў Європейскім Саюзе краіны, блокі краінов, які хочуть, каб нават гэта санкцэй яны былі паслаблены ў дэчэнэні да беларускай рэжыма. Мы таксэма адзначылі такі... паслэ тако, як мы адзначылі ў мінушым трэкэре, такі крохкі баланс ў адносінах па між Украіна і фактичными беларускім ўладамі, яны вельмі моцна абвастрыліся пірэ, ў якім мы зараз праваздачымся, і на адварот з'явілася пазітывна дэнаміка адносіна ў дэмакратычных сілаў з украінскім ўладам. І тут можна адзначыць тое, што ініціатыва ўключыць прозвіща Александру Лукашэнку ў резалюцію пасэ па вайсковыў злачынствах, яна сыхоззіла, мінывіта ад дэпутата Верхуўна Рады Украіны Алексея Ганчарэнкі. Заявы спадра Зіленска, найбільш такі пра-беларускі, з пачатку вайны, які ён рабіў, ў інтервію итальянскім Меде, паравнавшы барадзьбу беларусів за сваю свабоду з вайной, і тое, што ў першынё адбылося тако рукопатискані па між Зіленскім і Тихановскім. При гэтым дэмократычныя сіла, яны працягнулі паспяхово пашыраць інституціональна прысупнаць ў міжнародных арганізаціях. Ось так, напрыклад, ў керавалі беларускай делігація, яна була працтавліна ў першыню на саміці Савята Європы ў Рік-Явіке. При гэтым, мінувшы саміп, ян адбувся аж ноў ў 2005 годзе, табо гэта такоў вялікае вельмі дасягнене для дэмократычных сілаў, тоя што іх тут запрасілі, і беларускай делігація була працтавліна не на ўзроўні нелегітымных беларускіх уладаў, а на дэмократычными сіламі. І навад на двубаковым ўзроўні па выніках візіту Светланы Тихановскі амерканскі бок запустіў, завіў запуску стратыгічна дэалогу з імі. І гэта таксама ўнікальна, бо гэты фармат, злучныя штатор, ані выкарыстовылі токі ў двубаковых міжнародных, міждзержавных адносінах. І ў вадку з Беларусі ўн будзе функціонаваць ўже не на ўзроўні уладав, а на ўзроўні працтавніков дэмократычнага року. Ну і вось тут я спынюся. Дякую, Павел. І я передаю слово Артёму Шрайбану, который расскажет о внутренней политике. Артём, пожалуйте. Спасибо большое, Алина. Я надеюсь, меня слышно. У меня в этот раз всего лишь три тренда, один из которых успел перестать быть актуальным между концом нашего отчетного периода и сегодняшним днём. Я, наверное, с его и начну, потому что весной мы зафиксировали тренд такого прекращения фрагментации внутри демократических сил. То есть какая-то конфигурация, которая сложилась по итогам создания Координационного совета, полугода функционирования кабинета, она в каком-то смысле устаканилась. Она стала относительно стабильной, как казалось на тот момент. И градус взаимных упреков и конфликтов явно понизился, в то время как разные блоки, скажем так, белорусская оппозиция, разные её крылья, перешли к более содержательному обсуждению действительно концептуальных вопросов о мирных и немирном смене власти в Беларуси, о сценариях, о стратегиях освобождения политзаключённых. И здесь Координационный совет действительно стал одной из ключевых площадок этих дискуссий, генерировал многие дискуссионные поводы. Однако, как мы уже все знаем, за пределами нашего отчётного периода это затишье прекратилось, и об этом мы будем говорить в следующем трекере. Раскололась одна из самых ведущих таких белорусских силовых оппозиционных организаций Байпол. И мы, возможно, ещё увидим последствия этого кризиса для как Кабинета Тихановской, так и в целом фрагментации демократических сил как некого такого единого организма, потому что, мне кажется, что кризис едва ли закончился на том, что произошло до сих пор. Однако весна стала временем своеобразного затишья этих споров, и это тоже важно, потому что мы понимаем, что в целом эти конфликты при определённых усилиях сторон и демократических субъектов они не обязаны существовать. Это не какое-то перманентное состояние демократических сил. Возможно, и более спокойное конструктивное взаимодействие. Переходя к тому, что происходило с белорусской властью, на мой взгляд, весной обнажились ещё такие-то два тренда, которые, по сути, развивают или, скажем так, дают нам оттенки того, что происходило раньше, но новые оттенки. Мы фиксировали почти все выпуски трекера, такой тренд, как милитаризация белорусского режима, который происходил по абсолютно разным направлениям, в первую очередь связанное с милитаризацией прежде гражданских ведомств, и этот тренд сам по себе продолжился лесной. То есть в лесной кодекс внесли правки, вернее, начали вносить правки, одобрили в первом чтении, которые наделяют лесников, сотрудников лесхоза, правом носить оружие. Приняли, внесли в парламент закон о народном ополчении, который создаёт новое такое вооружённое формирование во время действия военного положения в помощь органам внутренних дел. Ну и, наконец, в конце, последний день нашего отчётного периода, 31 мая, глава Минобороны Ленин объявил, что с Нового года учебного не только школьники старшие, но и все белорусские студенты будут проходить начальную военную подготовку. То есть происходит расползание вот этого милитарного дискурса по разным сферам жизни. Однако у этого тренда, я бы сказал, что выделился такой своеобразный, если хотите, подтренд, субтренд, но некая новая грань, которую мы в этом докладе назвали секьюритизацией белорусской внутренней политики. Я объясню, что я имею в виду. До сих пор белорусские власти многие свои репрессивные меры и ужесточение контроля за разными сферами жизни, о чём у нас пишет Геннадий, мотивировали действительно соображениями безопасности, угрозами, которые исходят то от империалистической Польши, то от отражения ВСУ, то от НАТО, ЦРУ Пентагона. И всё это звучало как такие довольно дешёвые оправдания для тех мер, которые просто нужны режиму как репрессивные меры для поддержания политической лояльности, политического такого несопротивления. А сейчас кое-что изменилось. Череда успешных диверсий в приграничных регионах России, успешная диверсия в Мочулищах в конце зимы, диверсии, вылазки разнообразных украинских подразделений на приграничные российские территории, удары дронами по российской территории, в том числе по Москве и по Кремлю, покушения, иногда результативные на жизнь российских пропагандистов. Всё это обострило всерьёз, уже не на уровне мифологии, восприятие рисков безопасности у белорусской власти. И мы видим это по очереди довольно беспрецедентных мер, одну из которых уже упомянул Павел, это контроль на границе с Россией, однако не только это. Были многочисленные переброски подразделений для охраны границ, для усиления охраны границ на разных рубежах, введён по факту пограничный контроль, усиленный политический пограничный контроль, по сути, об этом, наверное, подробнее Геннадий расскажет. Усилен контроль за использованием беспилотников и готовится новый нормативный акт, который по некоторым сообщениям медиа по факту запретит использование беспилотников физическими лицами без лицензии, которые могут условно получить юридические лица. И были приняты некоторые такие более, иногда анекдотичные, иногда косметические меры, вроде создания противотанковых укреплений под Гомелем в рамках учений, блэк-посты опять-таки возле Гомеля, расширили военизированную охрану белорусской железной дороги и так далее, и так далее, и так далее. Много таких милитарных мер, которые уже нацелены на нейтрализацию реальной, а не виртуальной угрозы. Кроме того, весной резко возросла публичная такая пиар-активность КГБ по раскрытию и предотвращению срыву скорее всего виртуальных терактов. У нас мало информации, но ежемесячно КГБ теперь снимает какой-нибудь фильм, рапортует, что предотвратили какой-то теракт. В марте они якобы ликвидировали террориста с гранатой в Гродно, которого так в итоге не показали, не сказали его имя, не сказали гражданину какой страны, что он хотел взорвать конкретно, и так далее, и так далее, и так далее. В апреле это было задержание белоруса и двоих россиян, про которых вообще ничего не было известно, кроме того, что они якобы собирались взорвать какие-то административные здания в Гродно. В мае якобы сорвали теракты, которые планировались на 9 мая, когда людей задержали за то, что они раскапывали какие-то посылки с взрывчаткой на кладбищах, которые им СБУ прислали. Все эти разоблачения, они, разумеется, не были подкреплены фактами, они скорее больше походят на желание КГБ реабилитироваться за провал в мочулищах, однако сам информационный контекст, который они создают, страна, которая находится под перманентным риском террористических диверсионных угроз, это укладывается в наш тренд секьюритизации внутренней политики. И, наконец, последнее, что я скажу, это последний тренд, который зафиксировали весной, снова-таки, мы давно говорим о том, что пророссийские провластные активисты и блогеры активизировались в Беларуси, особенно с началом полномасштабного вторжения в Украину, и эти люди своими там жалобами, какими-то публичными обращениями внимания на всякие проявления белорусской идентичности или протестной символики, они пытались привлечь внимание силовиков и запустить репрессии в отношении людей, которые им не нравятся, и очень часто это получалось. И в этот тренд тоже сохранился. Снесли памятник Ларисе Гениюш в Гродненской области, и такие разнообразные, активизм низовой этих людей тоже происходил. Однако, важное, важное произошло изменение, что весной я стал отмечать, что администрация Лукашенко начала занимать все чаще проактивную позицию, она перестала быть просто пассивным наблюдателем в этом процессе, особенно в том, что касается исторического, культурного нарратива. Во-первых, по инициативе администрации Лукашенко и лично Сергеенко об этом, глава администрации об этом многократно говорил, отменили белорусскую латинку. И в мае уже начали поступать сообщения, что ее стали снимать и заменять на русский язык на знаках и табличках в Минске, по крайней мере, у нас есть сообщения из Минска. Затем тот же Сергеенко выступил с такой программной речью, интервью, по сути, о пересмотре отношения к разным историческим фигурам и этапам белорусской истории, к магнатам Радивиллам, к Костюшку, к Калиновскому. И довольно быстро начали приходить сообщения о том, что в библиотеках уже вычищают книги из фондов, которые отражают вот эти периоды истории как-то не в том свете, который теперь считается главным. Кроме того, это же такое ответвление этого русификаторского тренда проявляется и в политической активности, можно сказать, в партийном строительстве, потому что у нас сейчас перерегистрация партии, я думаю, я подробнее рассмотрю этот феномен в следующем выпуске Трекера, потому что тогда станет понятно, какие партии остаются, но Белая Русь, как провластная партия власти уже зарегистрировалась и она зарегистрировалась на абсолютно пророссийской платформе с явно пророссийским лидером, первой инициативой которого, кроме заключения партнерства с единой Россией, стала программа сотрудничества с российским ведомством Россотрудничества по организации взаимных визитов и приеме Беларуси детей с оккупированного Донбасса. То есть даже не скрывается, что по сути единственная идейная такая платформа этой партии Белая Русь, за исключением всесторонней поддержки Лукашенко, это такой русский мир, классический русский мир. И в этом смысле это тоже проявление русификаторской активности администрации Лукашенко, которая до сих пор так плотно и так проактивно этой темой, на мой взгляд, не занималась. И, наверное, я на этом остановлюсь и с удовольствием отвечу на ваши вопросы позже. Спасибо, Артем. И о внешнеэкономических акспектах и внутренней экономике нам расскажет Лев Львовский. Пожалуйста, Лев. Здравствуйте. Спасибо всем собравшимся. Я хочу поблагодарить Кристофера Форста и фонд Фридрих Эберт за помощь в организации. И, да, должен согласиться со словами Павла Слюнкина о том, что, к сожалению, Катерина Бармякова покинула наш проект, поэтому теперь мне придется презентовать сразу два раздела по внешней экономике и по внутренней. Весной 2023 года были подведены наконец-то итоги 2022 года. Сейчас из-за того, что данные белорусские в основном сокрыты, то приходится ориентироваться на зеркальную статистику, которую публикуют ведомства других стран. По итогу 2022 года Беларусь потеряла практически весь украинский рынок и более 52% экспорта в страны Европейского Союза. Эти два торговых партнера были в основном замещены ростом экспорта в Китай и в Россию. По итогам этой компенсации российско-китайской в 2022 году белорусский экспорт просел примерно на 20%. Но уже в первом квартале 2023 года Беларусь численно, во всем случае, нам кажется, что практически наверстало это падение экспорта, и сейчас он численно должен быть равен уже довоенным цифрам. Во внешней экономике собственно целый год уже самый главный фактор это то, что целый год не вводились новые санкции, и новые санкции продолжаются не вводиться. судя по слухам, которые доносятся до нас из различных курилок и людей, которые подслушивают за министрами иностранных дел Европейского Союза, главная причина не введения новых санкций состоит в том, что Европейский Союз, страны Европейского Союза не могут договориться по вопросу экспорта белорусского калия. Легализацию или смягчение санкций в отношении белорусского калия лоббируют страны глобального юга, страны Латинской Америки, прежде всего Бразилия, и точнее они этого хотят, а лоббируют за них это некоторые европейские страны, по слухам опять же речь идет о Португалии и Испании. На фоне слухов о том, что могут как-то облегчить санкции насчет белорусского калия, ну и по всей видимости на фоне успехов относительных по использованию российских логистических цепочек для экспорта белорусского калия, компания Nutrien, один из мировых лидеров по калийным удобрениям, повысила прогноз по экспорту белорусского калия в 2023 году с 40-60% от довоенных объемов до 60-75% объемов 2021 года. Также продолжается тренд, который мы отметили в предыдущих выпусках. По всей видимости, удалось наладить экспорт белорусских нефтепродуктов. изначально, когда только началась война, когда началась российская агрессия в отношении Украины, это предполагалось, что это будет довольно сложно перенаправить белорусские нефтепродукты, так как Украина была главным и премиальным рынком для них. Но, как проговорились этой весной витебские чиновники, товарооборот между Витебской областью и ОАЭ за этот год увеличился в 97 раз. Судя по тому, что у Витебской области и ОАЭ довольно мало общего, в том числе в экономическом плане, скорее всего, речь здесь идет именно об экспорте белорусских нефтепродуктов. Кстати говоря, в Беларуси можно сказать вернулась нефтяная рента. Раньше нефтяная рента в Беларуси заключалась в том, что мы покупали более дешевую нефть у России и продавали ее по рыночным ценам и даже чуть выше чем рыночные цены в Украине, то сейчас рента состоит в том, что мы покупаем опять же нефть по более дешевым ценам у России по скидкам вызванным в том числе и механизмам Price Cap, перерабатываем ее и по всей видимости продаем нефтепродукты уже по нормальным рыночным ценам, которые формируются исходя из цен на нефть марки Brent. По некоторым подсчетам, Беларусь могла на этой нефтной ренте в 2022 году заработать дополнительные 1,7 миллиарда долларов, и если такая скидка на российскую нефть продолжится, то в 2023 году эта выгода может составить уже 2,7 миллиарда долларов. Как я сказал, новых большим масштабных пакетов санкций целый год уже не вводилось, тем не менее некоторые страны продолжают вводить свои личные, какие-то точечные санкции, весной это делали США, Канада, Южная Корея, больше всего наверное этим занимаются сейчас Литва и Польша, которые устражают ситуацию на границе и собираются более тщательно проверять и импорт, который идет в Беларусь, и экспорт, который идет из Беларуси или оформлен как идущий из третьих стран, прежде всего из стран СНГ, но которые они подозревают на самом деле является белорусского происхождения и пытаются обойти санкции. Ну и чтобы второй такой большой тренд, кроме санкционного, который у нас продолжился весной 2023 года, это тренд на наращивание отношений с Россией, здесь у нас и многие компании начали как-то ориентироваться на Россию, выпускать товары под российскими брендами, белорусская компания собирается открыть цеха в Чечне, чтобы шить форму для российских военных, тем не менее, такое расширение, такая поддержка России, она все еще кажется недостаточной белорусским высшим чиновникам, в частности, Александр Лукашенко весной жаловался на некие проблемы с выделением обещанного ранее полуторамиллиардного кредита на импортозамещение со стороны России, а посол Беларуси в России Дмитрий Крутой сетовал нам то, что белорусские товары все еще не могут нормально конкурировать на российском рынке с товарами, введенными в Россию по серым схемам, так называемым параллельным импортом. Вероятно, проблема состоит в том, что различные ресурсы, которые Беларусь ввозит в Россию, калий, нефтепродукты, они находят свое место, а вот товары, например, машиностроения, они все еще не могут конкурировать с китайскими товарами и даже с европейскими товарами, ввезенных по вот этим альтернативным, а соответственно более дорогим схемам. Ну и что, конечно, там бесспорно может хорошо конкурировать в России, забыл сказать, это продукты питания. Павел Слюнкин уже говорил о том, что Беларусь пытается развивать отношения на дальней дуге, в экономике это тоже выразилось, ну тут было очень много взаимных встреч с Зимбабвы, белорусские ученые даже намерились развивать космическую программу совместную с Зимбабвы, министр иностранных дел Никарагула предложил Беларуси начать копать Никарагуанский канал вместе с Никарагула, как альтернативу Панамского канала. Ну, надо сказать, что экономически все эти новые идеи и связи, они выглядят скорее пока что смешно, чем реалистично, так как речь идет в основном о довольно бедных и недостаточно развитых странах. Единственный серьезный экономический успех на этом направлении был договор о продаже тракторов в Кению на сумму 320 миллионов долларов. Правда, у этого контракта тоже есть некоторые проблемы, в частности, пока что до конца не ясно, как он будет профинансирован и когда придут деньги за наши тракторы. Что касается событий и трендов во внутренней экономике, то здесь главных тренда тоже я выделяю три. Первое, у нас продолжился и укрепился наметившийся еще зимой 2023 года тренд на восстановление экономики, это происходит также из-за того, что экономика адаптируется к санкциям и новых негативных шоков в систему не приходит. Вторым главным трендом на весну я решил обозначить тренд эмиграции и то, что происходит в нашей демографии. Ну и третий классический тренд это увеличение административных методов в экономике, ручного управления и госрегулирования. Что касается тренда на восстановление экономики, то в марте и в апреле наконец-то, как и прогнозировалось, экономика уже начала давать плюсы относительно тех же месяцов год назад. В марте экономика росла на 0,7%, по сравнению с мартом 2022 года, а в апреле уже на целых 4% по сравнению с апрелем 2022 года. Правда, эти цифры, правда, текущие уровни экономического роста они все еще ниже, чем уровни, которых экономика Белоруссия достигала в 2021 году. Примерно на 2,5% ниже. Главным драйвером роста весной была обрабатывающая промышленность. В марте она дала довольно внушительные плюс 10,6%. Уже в апреле она чуть подсдулась, но зато стимулировала рост в транспортной индустрии, которая вышла из антилидеров. Если еще несколько месяцев назад транспорт приносил нам по минус 14-19%, по сравнению с годом ранее, то сейчас уже болтается где-то около нуля. И дала буст и также рост обрабатывающей промышленности дал буст для нашей торговли, которая тоже долгое время находилась в депрессии. Ну а главным антилидером роста все еще остается IT. Следует только отметить, что тут есть ложка дегтя в бочке меда насчет обрабатывающей промышленности. Одновременно с таким рекордным ростом у нас произошел и рекордный рост складских запасов. Примерно то же самое, что мы наблюдали в 2020-2021 годах, когда мы не закрывались на карантин, продолжались производить на склад. Ну, тогда в 2020 году нам повезло, и мы эти склады распродали. Что будет сейчас, это хороший вопрос. У нас сейчас складские запасы составляют примерно 75% среднемесячного объема промышленного производства. в апреле реальные зарплаты белорусов продолжили расти и вообще всю весну. В апреле реальные зарплаты были на 9,60% выше, чем годом ранее. Они превысили уровень 2021 года и начали давать какие-то робкие надежды на рост розничной торговли. еще интересный эффект текущей рецессии заключается в том, что если раньше практически при любых внешних шоках разница между Минском и регионами всегда росла, что бы ни происходило, то сейчас у нас наблюдается снижение неравенства между столицей и регионами. Если скажем еще год назад жители Минска зарабатывали в среднем на 77% выше, чем в среднем по регионам, то сейчас они зарабатывают только на 56% больше, чем жители регионов. Это обуславливается тем, что средние зарплаты в стране растут, а падают зарплаты прежде всего у айтишников, которые продолжают быть сильно сконцентрированы именно в Минске. Следующий тренд это демографический тренд. Собственно, на самом деле демография изменяется все время и, к сожалению, продолжает давать нам негативную добавку к экономическому росту. Просто в демографии никогда не происходит никаких ярких событий, и поэтому она всегда остается как-то относительно за бортом внимания и СМИ, и многих аналитиков. Собственно, мы продолжаем терять примерно по 1% рабочей силы в год, население стареет, плюс к этому у нас с 2017 года начался усиливающийся тренд на эмиграцию, который, безусловно, усилился с 2020 года и еще больше с 2022 года. По подсчетам экспертов Бирог, за эти два года только в страны Европейского Союза эмигрировало до 170 тысяч белорусов. По подсчетам Ассоциации Белорусского Бизнеса за рубежом, после 2020 года из Белоруссии эмигрировало также более 2000 компаний. Что касается тренда на ручное управление экономикой, я уже заканчиваю, это последний тренд, который я сегодня буду говорить, то здесь у нас собственно все идет по классике. министр антимонопольного регулирования торговли заявил, что отменять систему регулирования цен никто не будет, потому что она работает, по его мнению, очень эффективно. Государство продолжает поддерживать убыточные предприятия, выделяет специальные гранты и деньги на предприятия деревообработки, цементные заводы, заставляет списывать банки долги БМЗ, то есть тут у нас тоже ничего нового, что относительно новое, это то, что весной Беларусь смогла разместить облигации, новые облигации на несколько сотен миллионов долларов, в том числе облигации в российских рублях. Это означает, что белорусские власти, белорусский министерство финансов предполагает, что некие россияне будут эти облигации покупать. Можем напомнить, что Беларусь объявила дефолт по своим суверенным облигациям, по своим евробандам. Министр финансов притворялся долгое время, что никого дефолта нет, заявлял об этом в СМИ. Некоторые российские инвесторы действительно даже в это поверили, попытались в апреле приехать в Беларусь и получить свои деньги. У них это не получилось, но тем не менее сейчас Беларусь снова привлекает деньги. И снова у россиян. Вряд ли, что россияне обладают памятью золотых рыбок. Скорее всего, речь идет о какой-то новой форме помощи со стороны российского правительства. Ну и закончу тем, что правительство весной продолжило борьбу с индивидуальными предпринимателями и ремесленниками. Было решено пересмотреть список вещей, которыми индивидуальные предприниматели вообще могут заниматься. Но пока что этот процесс пересмотра еще идет. На этом я закончу. Спасибо большое. Благодарю, Лев. И о динамике общественного мнения нам расскажет Филипп Пиканов. Филипп, пожалуйста. Добрый день. Добрый день. Я перепрошаю. Я завжды чихну дуже своя часова вось прям патчас выступу. Але ну маем и что маем. Так перед тем я пошел так само выскажу подяку великую Кате Барнуковой за натхнение, за працу. Было дуже приемно вось и дуже великий жаль, что ты с нами над проектом больше не працуешь. Пакинувши вось гэтую часку паза нами первой займожода трэнда ў храмаства. У меня для вас яг заужды падрэхтавана презентация, тому я зараз пашэрую экран. С падарку модераторку я попрошу сказать усю добро, потому что мне уже не бачно. Усю бачно. Усю добро. Файно. Як заужды, что наше питание показывает, что наше питание не показывает. Мы сфокусуемся на трех трэндах, как во всех. Тим, может, приношу только Артёма. Але поговорим про довер до режимных институтов и до тех, кто являются противниками режима. Поговорим про трэнда на ізоляцию одной из групп, яке мы вылучаем у доследований и про войну и ядерную зброю. Перед тем, як пошлим, як заужды. Доследований у нас онлайн, это означает, что выборка зрушена. Ну, что мы размавляем пэржа пэржа ўсё пра людзей с доступом до интернету, які паходзіць городов, які живуть ў городах, пра людзей, які ведуюць пра онлайн-панель, трапили там в онлайн-панелі, гэтэгдалі. Побок респондэнцы в онлайн-панелі, и они адрозніваюць от генеральной сгутнасті беларусов, хіба ў сторны больш активных таких, хто може володыць интернетом, гэтэгдалі. Фактор страху. Так сам уплывае, уплывае, не так моцна, хіба, як шмат, хто думае, але уплывае. Не можна казаць, што его нема. На што он уплывае? На выбор боч безпечного промешкавого варианта, нейтрального нейтральными, як прынято казаць, поглядами, я боч схильна до того, каб не проходзіць доследвання до конца. Люді з больш выраженными, выразными поглядами, больш радикальными у любый бок, наприклад, калі ми кажам пра размеркавані па довєру до державы, гэта прахильнікі державы, яры, ну, затяты, і працівнікі режиму, вось, яны менші скильны, да, тако, подспрыгіваць. І самая головная, што трэба запомніць, вось, лічбы, які вы побачыць, гэта не докладная репрезентация распаусюджанасці тысць інших феноменов, ці трэндаў. Гэта навыц, ну, гэта мінавіта пра трэнды і тендэнсы, пра соадносі не па між групамі, па, вось, калі ми кажем, што, наприклад, у нас 90% хоч шыкаб вайны не було, то на самой справі там може быть не 90%, вось просто простое, што мы не претендуєм на вот, претентоваць рамаска, мы претендуєм мінавіта трэнды і враўніваєм нашу выборку на склад онлайн-панэлі, а не склад рамаска. Гэта дає нам мачынаць, упэвнена казаць про трэнды, упэвнена казаць пра пэвныя тэндэнцыі і феноміны ўнутры груп, якія мы выделяем, гэта не дає нам мачынаці казаць про тое, сколькі там людзей падпрымлюваюць Лукашэнку у грамаска. Вось, задакладна суда 10%. Вось, гаварывши пра гэта, едзім далей і прыходзім да таго, пра што ў пачатку казаць втыстапе. У нас год з момента запуску нашага трэкера і мы можам спустя вось год параўнаць абйомы сегментаў па даверу да рэжыму. Мы бачам, што ў параўнані з мартам 2023 гэта минулый наш пэрээд, дэнэмкі амальні ма. Ну, мінус 0,46% пункты ў параўнані з реферэнтным значэнэм, гэта значыць, што рост, які мы назіралі цэлы год просто даверу да рэжымных институтаў, які мы фіксавалі, які мы сумняваліся, але ўсё ж такі кібай он был, і он прызупыніўся. Прынамсі прызупыніўся. Ці зупыніўся цал, там можна будзе казаць бачмінш пэўнэна ў наступна кварталя, калі мы пабачам дэнэнэк валэвось, цэпер маэм ровна такія ж цыфры там адрознэні на паловы процэнта. І што важна сказаць, ў параўнанні з травням 2022 гаду, я перапрашаю, тут на слайде памылышка, ось, мы бачым рост толькі на 8% пункта. Там мяалася ў нас структура выбаркі, то гэта можа быць не 8% пункта, а трошкі меншы, цэль трошкі больш, ось, але, што важна падмесаць, за цэлы год інформаційнэга дамінаванні, за цэлы год ну, рэпрэсіў, за цэлы год апрацовкі грамадзян ну, прапагандай вось такога росэйскага навэкшталту, і за цэлы год прасовування такіх наратыбаў, які аграюць на страхі беларусу перад вайной, на антивэйнэм консенсусе, рэжыму удалося нарастіць вось гэты давер толькі на невялікі нікі пакаші. Напрыкла, паспаліма гэта з Расіі параўновэм, ў їх такі спашовкі ўнабылся ў першым місяце да пакашшыка, які маэм маэм мы працягам годы. Вось, далей пойдзям, калі мы, кажам, правоззэту динаміку груп ставлэнь, мы выявляем зразвычайно чатыры ў межах праэкту. Ну, прэма разумець, што гэта давалі умовна такая класифітація, ана біплумачыць просто ўж сто сотку інформацію, але мы падзіляем на чатыры групы зацятые працюнікі рэжыму, зацятые прыхильнікі рэжыму, худшэй працюнікі рэжыму, худшэй схильная додавэру рэжыму, схильная додавэру. І гэта чатыры групы ўжэ даслэдуем. Мы бачым, што за год ў нас замацаваны вэзгэты раскол паміж ядравыми ядзерными частками громадского конфликта зацятые прыхильнікі и зацятые працюнікі вэзгэт фагарны. Амаль не змініўся. То мы бачым, што соцэляля дэстанція давалі далёкая до гэтых груп. І то бок мы можам ўпэлня наказаць, што раскол замацаваны, які існаваў, і як мы пішым ў нашэ справоздачах, ў гэтый раскол давалі добра будавалася вайна. Але цікавы і трошкі сумны трэнд, хіба, які мы зауважылі ў першыню ў минулым перээді ў Марсі. Зацятые працюнікі режиму гэтая група, яна існує трэнд на ё ізоляцію, навад ад групы схильніх да недаверу да рэжыму. Ад яшы адной групы, якая неуклюшаная ў беларускую систэму, якая не адшувае сэбі бенефіцарамі існавані беларускаго сударства так супер моцна, як схильная да веру рэжыму і схильная да і як затятые стороннікі рэжыму. Ну, бенефіцарамі існавані маю на увазі не ў сэнсі, што яны не залежніць кочуць крацць, а што яны не чуюць, штось держава працює на них. Вось, такжа ўпэвнена. І тут мы, калі паглядзім на гэтую табліцю, наприклад, то мы пабачым, што да груп, якім супер моцна давяраюць затятые працівнікі рэжыму, схильная да недаверу да рэжыму, такая большая близкая да нейтральна група, але якая рэжыму ўсё ж такі не давярая, яны маюць значно менш давяру. Таксама, ось, калі мы паглядзім на іншая вымярэння, наприклад, про шкалу багардусу, мы пабачым, што дистанця да затятых працівнікав рэжыму, схильная да недавяру, а маль такая, як да затятых прыхільнікав рэжыму, то бок гэта людзі знаходзяцца их, ну, яб не, ну, можна хіба толькі прадполагаць, што павестка гэтых людзей і погляды гэтых людзей даволі аддаляюцца на вэтат тых, кому дзержава таксама не падабаецца. Гэта толькі гипотаза на гэтам этапе, зафиксаванной данными прайверана у нас не можна пакаказаць, але маэм, што маэм в осі я падызраю, што гэта так, гэта дзержава гэтэдадзіна. Як гэта закрапляцца? Гэта закрапляцца тым, што людзі існуюць у розных інформасынных эхакамер. Ну, не першы раз прагэта кажам, тут мы што зарабіли? Мы задалі пытання, якое задавала Левада, скорэцтававшы там, прыбравшы слова расіських, назавісь некалькі блогіраў, журналістаў. Пандрабязна формулўка, яна ісцю полным тэфці справа здавш الفся, якимі старайтесь, ну, не сяжись. Вось. И згруппавали отказы по типах, хто належись до белорусского недержавного, хто до белорусского державного, аси прадержавного, расистского недержавного и так далее. Это размеркование, оно так само подробязно описанное у техничного додатка, у полной версии справоздачи. Тут мы бачим, что белорусские недержавные, расистские недержавные и украинские, это вось речи, яке больше уластивые 10-м противникам режима, схильные да недаверуют. Только трошки худшей глядяць белорусские недержавные. Ну, як, у паравнанні з зацятыми працюниками значна менш глядяць. Але даволі часто глядяць расистские державные и продержавные, так само у паравнанні з зацятыми працюниками, і значна радзей глядяць украинские, і вогуле значно шастей отказывают, что им тяжко отказаць на гэтом пытанне. Гэта вось гэты пакашык интерпретуюцца, як вогуле обазнанность і зацікавленность у новинного и политичного простора, то гэты алюзии так само отдаляются от повестки, якую транслююць у группа зацятые працюники режиму, якую они споживаются. И гэта, отповедно, транслююцца у рост недавера, и у депалітизацію, гэта группа схильная до недаверого режиму, и рост пакашыка у социального оптимизму, який мы зауважали, у попередням кварталя в серед гэты группы. Так само цікавая істория з ахакамерами, з падделам гэтым, цё там хаузы фіксывала даволі цікавы стан, я не задавалі пытанне, як вы думаете, з якой пробка зора вы больше пагажаеціся, што вайна мусіць скончацца толькі пасля таго, як Україна досягнень своїх метал, пасля таго, як Расія досягнень своїх метал, і што вайну трэба зафіксаваць ў тэм відзі, яка я не віз зараз, шукаць там компроміс. Вось, значная большасць апрошэных адказала прагэты, схиляецца да зупэнэння на статусі кво, але, але, кожна з груп лішыць, што яна ў большасці, прагэтам, такой значная большасця. Вось, толькі 14% адказалі пра Україну, вось, але яны думы, што так, як і аны, думы, сэмдзіцят адцотку грамасы. Толькі 25% адказала пра той, што Расія, што вайна мусі спынэцца, пасля таго, як Расія, дысягнень своїх метал, але яны думы, што 30-шверць грамасы па так не акуць. Гэта так сама, кажа прага, аль гразны, а камер, гэта трэнд, як існу, я ўже бата гадоў, і хіба не зміяцца. Але толькі цяпер, я гарае на, я так сама, гэта, я не могу казать, суперупэўняна, але маю гіпотазу, што гэта гарае на дальейшу дистанц, на ізоляцію групы зацякных працівників ржэта. Говорэм трошкі про вайну. Трында ў, злязаны з вайною, зменна, значнах, мы не бачым, табок з патрынкай тагоць іншага боку, гэта, вось, малыя, супермалыя змены. Нічога суперзнашканга, не думаю, што гэта, ну, ў наступна кварталі пабачым, ці гэта калябанні пайоны, там, ці гэта ўсё ж такі малы, але трэнд, пакуль, не можна спаяць ўпэўняна, хіба ўсё ж такі не трэнд. З патрынкай вайны, і з антиваенным консенсусом. Антиваенны консенсус уснуе, антиваенны консенсус давалі моцны, вось, на яго, ну, памалі нічога не ўплывая, вось, разміркавання дуже цікавыя, табок, навык тых, як мы да ўсё даказалі, патрынка, тагоця іншого ставлёння да вайны, скаралявана супермосна з заставлённям да режиму Лукашэнкі. Вось, і патрынка тагоця іншого боку вайне, мосна скаралявана з патрынкай, ну, я перапрашаю, а вярагоднаць таго, што ты патрынліваеш Лукашэнку, давалі высокая, калі ты кажеш, што ты патрынліваеш Расію і надворот, вярагоднаць таго, што калі ты кажеш, што не патрынліваеш Лукашэнку, то ты, значно, частей Расію не патрынліваеш, вось, ілюзі, які з'являються зацятыми працівніками рэжыму, як ілюзі, які з'являються 60-ми пресильниками режима. Больше из них, больше за 85% или я правильно помятаю, полностью провозначено было. Яны так само кажут, что белорусское войско не мусить в дельничестве войне на неводном боку. И оплошное, что я вам скажу, как упласться у наш таймлайн, мы подоследовали актуальную релевантную тему, это подрынка ядерной сброи, ось мы задали некольки питания, некольки выказывания у людей и спитали, ци люди погаджаются с этими выказываниями, ци не погаджаются. Тут мы что бачим. Наверное, царот групп, якие схильные до поддержки режима, наверное зацятые при хильнике режима, нема консенсуальной сгоды с державным наративом. Тому, что гарантую безопасность Беларуси, это частка наратива Лукашенко, что ничего принципово не изменится, что не представляет погрозу, это частка наратива Лукашенко, что я приветствую размещение российской ядерного оружия на территории Беларуси. Наверное, зацятые при хильнике режиму вось немогусь, хиба половы не набирается, то сгодзен цих, лучше сгодзен с гэтым выказываниями. Отповедно, зацятые противники значительно больше консенсуальные у тем, что ядерная сброя гаткепская, российская ядерная сброя гаткепская на территории Беларуси, что гэта погроза. Схильные до недаверу таксама личич больше половы, что гэта погроза. Гэта группа частей кажут, что не витают размещение российской ядерной сброя. Шатам хаус таксама даследовал гэта питание, у них 75% не згодные как же было сформуливано, не подтримливают размещение ядерной сброя Беларуси. То можно сказать, что антиязерный консенсус таксама у Беларуси снует и хэба появляется значный консенсус антивоян. При гэта беларусская держава и Александр Лукашенко активно гэта консенсус парушая прасовая прасовая позицию, что ядерная сброя для Беларуси дуже добрая. И тут мы пабачим хэба у путким часам реакцию на то, ядная из 10-ых противников режиму. И навэт людзи, які сильны до подпрымки Расии, вось яны значна менш з них готовы подпрымаць ядерную зброю Расии на территории Беларуси. И гэта давали багато што каже про резиліентность пэвную беларускаг грамадства да пропагандыстских нарратываў, які транслювят дзержавная російськая дзержавная беларуская меды інформаційна патопу, якіх знаходзіцца больша з беларускаг грамадства, на жаль, ў гэта дзякую мене ўсё. Дзякую, Філіпп. І о взаимоотношэнях власці і обшэства нам рэскажат Геннадзі Коршунов. Геннадзі, пажалуста. Дзякую, літаюш на господарства. Так, я сяня таксамам скажу особенністью отчетного периода стало то, що в принципі основні тренды, які ми виделяли раніше, вони помного сохранились, які-то тренды усугубились, стали більше жёстче, які-то стали більше розветвлённими, ну, і немножко появилось, конечно, нового. Значит, первое, що хотіло відомі 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 збільші становися подобним на действия оккупанцій администрації, в тому смысле, що на фоне репрессій, які відомі в постійному режимі, систематичних репрессій, периодично возникають репрессії як реакція на якісь відомі 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 таких событий було більше, ніж достатньо. Главным образом, це, безусловно, мочулюща, подрыв российського самоліта, котре вызвало огромну волну репрессивного воздействия, начавшись с міського района, расположен аэродром, і прокатившись по всей країне, фактически без исключения. І охват был масштабним не тільки территоріально, но і по соціальним групам, це пошли проверки задержання і тех, хто задержався раніше, традиційний ход режима, і охват все більшого количества професінальних груп, тому що не тільки професінальні, але і разне по хобі, це стрігболісты, професінальні стрігболісты, владіеці дронів, о которых ще дальше немножко поговоримо, реконструктори і так далі, і так далі, і так далі. Собственно, потім уже в марте Лукашенко абсолютно чесно сказав, що починається по об'єму задержаний за істекший год стала самым масштабним сезоном, так скажемо. За последние 12 місяців, даже більше чем 12 місяців, найбільший рекорд, що ли, по задержаниям дал март, більше 600, затем в апреле чуть більше 300, почти в два раза упало, але в мае снова почти 400 задержаний, і таким образом, весна этого года у нас очень получилась рекордна в смысле репрессія, даже просто по числовому показателям. Но проблема в том, что не только репрессивна машина работает не только на уровне задержаний. Второй тренд, ранее он был такой известен, но в скрытном варианте сейчас жестко вот эта позиция стала проявляться, это ужесточение условий в местах задержаний. Правозащитники давно говорили про пыточные практики, которые там присутствуют, мы все про это знаем с 2020 года, но можно высказать гипотезу, что после, или скажем так, с началом весны, вероятно, произошло ужесточение условий в местах содержания как минимум под зум-позициями. Это то, что можно назвать режим информационной изоляции для политических заключенных, или инкоммуникады, так называемые, когда не только обрезаются каналы информации, не только лишаются люди возможности переписки, фактически знаковых политических заключенных помещают в помещение камерного типа, где им невозможно каким-либо образом коммуницировать, плюс обрезается возможность контактов через адвокатов, да, собственно, и адвокатов уже, которые занимаются политзаключенными, остается все меньше и меньше. Вот. Второй момент в рамках, или под тема в рамках ужесточения условий, это проблематизация медицинской помощи в местах заключения. По интервью тех, кто вышел, мы знаем, что проблема была всегда, но, как сообщают правозащитники, с апреля следственные изоляторы и тюрьмы отказываются зачастую принимать медицинские посылки для полиц заключенных. При этом они ссылаются на некоторые распоряжения департамента исполнения наказаний, но фактически он в открытую не опубликован. Третий тренд очень разветвленный сегодня, частично о нем упоминали, но я собрал более широкую такую русло, так скажем. Это дальнейшее расширение и усиление контроля. Мы говорили неоднократно в предыдущих выпусках трекера о тренде на тотализацию контроля, на включение все больше и большего количества сфер жизни подгребает под себя государство. И сейчас очень четко обозначились три таких направления, как это делается. Первое это законодательное, когда были приняты несколько нормативно-правых актов, о которых давно говорили, и все слышали, что вводится смертная казнь для должностных лиц или военнослужащих за госизмену. КГБ получает возможность ограничить право на выезд из страны любому гражданину. Это прекрасно. Отменяется отсрочка от службы в армии для обучения за границей. И плюс медики теперь должны будут отрабатывать после ординатуры не два года, как было раньше, а пять. Вот такой богатый выдался весна на закабаление белорусского общества законодательной штуки. Второй момент. Это превентивное направление контроля. То, что называется власти работают на перспективу. И здесь два подпункта. Первый это за потенциально нелояльными гражданами, как расширяется зона контроля. Это обещание доп. проверок для тех, кто принимал участие в событиях 2020 года на своем автомобиле. Затем это принудительные установки в телефоны политически неблагонадежным гражданам следящая работа магнит. Это планы по увеличению в шесть раз количество следящих камер на улицах города Минска. И подготовка специальных подразделений по работе с тронами на улицах белорусских городов. По отдельности небольшие кирпички, но это складывается в такую очень жесткую систему, которая дополняется следующими шагами в рамках направления по контролю всего общества. Это еще более отдаленная перспектива, но тем не менее она показывает к чему все, как устраивается эта тема. Это заявление о необходимости государственного контроля за использованием интернета. Это распоряжение кураторам студенческих групп о контроле за социальными сетями, с ежемесячным отчетом, что там делается. Это ограничение адвокатской тайны в части, которая касается клиентов иностранцев. Если туда влезли, и остальное тоже, я думаю, недолго продержится. Это попытки контрольно-семейных отношений и запрет сообщества child-free. Семейную сферу, мы про нее говорили несколько выпусков назад, что государства все больше и больше влазят туда, и видим, что тренд продолжается. И предложение порассуждать о перспективах создания системы социальной полезности, как говорит Качанова, это не первый раз говорит. Фактически это то, что китайцы делают системой социальной аккредитности. Таким образом, эта система социального контроля потихоньку складывается в что-то очень-очень огромное, тяжелое и давящее. Третье направление контроля, это о чем коллеги говорили выше, это пограничный контроль. Здесь действительно есть про что поговорить, но особо просто выделить группы, группы граждан, которым уделяется повышенное внимание сегодня на границе, причем на въезд. То есть действительно режим опасается много чего и как говорят последние новости, это уже не входило в отчетный период, поэтому в отчете нет, просто озвучу, людей просто, беларусов могут просто не пустить в Беларуси. Это что называется феномен, который наверное не имеет аналогов мировой практики, но есть такое что, однако равняется к кому повышенное внимание прилияется к украинцам, это понятно почему режим боится, и второе это к беларусам кто попал в пазу беспорядки, тем или иным образом засветился, и третья позиция это к тем беларусам, которые пересекают границу без виз, то есть те, кто имеет ВНЖ и другого государства, их очень усиленно как минимум опрашивают. Еще одна группа, здесь правда информации меньше, но будем смотреть как будет развиваться динамика, это те, кто выезжают по гуманитарным визам, им тоже появляется большое количество вопросов. Вот, ну, и, наверное, я смотрю, я буду закругляться, хотя есть еще несколько моментов, но я предлагаю всем посмотреть тогда их в полном варианте отчета. Спасибо за внимание. Геннадий, я хочу сказать, что в чате по ссылкам вы можете найти полный текст отчета «Белорусский трекер перемен», также отчет будет отправлен по имейлам всем зарегистрировавшимся, и сейчас мы постараемся кратко провести сессию вопросов и ответов. Первый вопрос уже был в чате от Юры Дырка Хруста. Пытание до Филиппа. Змена объема сегментов на 46, десятых отсотков по всем четырех сегментах, в середнем по им, и максимальный помер змены сирот четырех. Филипп, калю вы разумеете питание, то... Я бы разумел. Так, глядите, то на змена по сумме двух сегментов, які схильны до доверы до влады. У нас маем сегменты схильны до доверы и зацятые прыхильники, вось, и сумма процентов этих сегментов, смена помеж объемом суммарных этих сегментов склала минус 46 процента за квартал. Вось, и так же самое вылечено змена зараза. Дякую, Филипп. Кали нехто еще хочет задать питание голосом, вы можете поднять руку, включить микрофон и задать ваши питание. Альбо написать его в чат. Катерина Бурнукова спрашивает вопрос ко Льву. По какому тренду станет заметно, когда реализуются страхи Снабкова и Крутого про конкуренцию от Китая? Ну, собственно, эти страхи, они уже вполне реализованы. Я бы сказал, что они реализовались примерно в первые несколько месяцев войны. В начале действительно белорусская, например, если мы говорим про технику, про товары и машиностроение, они в самом начале войны действительно начали потихоньку завоевывать российский рынок, но потом в том числе из-за череды несчастных случаев, в том числе из-за того, что белорусские автобусы начали гореть и самовозгораться, собственно, эти заказы стали отменять, и китайская техника тут же заняла вот эти новообразовавшиеся позиции Беларуси. Так что, я думаю, тут уже все реализуется, потому господин Крутой и жалуется. А пойдет ли Россия навстречу Беларуси и начнет ли сама еще дополнительно запрещать параллельный импорт? Я очень сомневаюсь. Тут с одной стороны действительно помощь Беларуси, с другой стороны это делает все, это увеличивает проблемы российских производителей, делая их закупки еще более сложными. соответственно наверное проще, если Россия будет хотеть помогать беларускому режиму, помогать какими-то другими методами по другим каналам, чем например заставляя автопарки Москвы и Петербурга закупать именно беларуские автобусы. Спасибо, Лев. Есть ли еще вопросы? Если вопросов нет, я тогда обращусь еще раз к нашим экспертам, может быть кто-то хочет очень кратко сказать какое-то финальное слово заключительное. Да, я бы сказал, как человек, который на эту тему не высказался, что нам будет очень не хватать Катерины Бурнуковой, мы уже скучаем по ней, надеюсь, что хотя бы Катя, ты будешь задавать вопросы, на каждой презентации следующей текера, и таким образом мы будем видеть, что ты с нами. Я поддерживаю Артема и всех коллег, которые так высказались на эту тему. Катя, я думаю, мы будем подсолнечить, ждем твоих парадов, питаний, может, иных проектов, каких не лучше мне. что на этой трогательной ноте будем завершать. Катерина, будем ждать вас, а также всех наших участников, всех наших экспертов на презентации следующего отчета. Я благодарю выступавших сегодня экспертов, благодарю услушителей, и до встречи. Дякую, шюро, побачимся. Всем спасибо.